здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор буквально вчера на канале у алены блин вышло интервью с любовью успенской мы его давным-давно ждали в контексте скандала с тимуром хайдаровым пластическим хирургом которому есть претензии у многих женщин но давайте не будем откладывать и смотрим первые фрагменты первые фрагменты мы начинаем смотреть базовую линию поведения жесты которые чаще всего использует человек жесты эмоции и так далее я отслеживаю и показываю вам самые часто встречающиеся у человека жесты из первого жеста мы начнем и кстати вот в этом же фрагменте мы узнаем настоящую причину почему все вообще произошло и в конце видео я вам обосную это еще мы оказывается эту причину видели еще в предыдущих разборах просто не обратили на это особого внимания здесь получается что любовь все нам сейчас подтвердит извините за такое большое вступление но я люблю бежать впереди паровоза и так первый фрагмент я включаю я пришла сюда с целью вот отвращение здесь довольно слабо заметно но дальше мы увидим то есть вот этот фрагмент он посвящен эмоции отвращения сейчас просмотрим кому любовь относится так и самое главное вот причину она прямо звучит сейчас да предупредить всех женщин у малахова у собчак где киркоров хайдаров пытались говорить о том какие какой хайдаров великий мировой хирург понимаешь может быть эти девушки меня это настолько не волновало видите вот отвращение все больше и больше заметно до отвращение постепенно она во многих случаях переходит в презрение то есть отвращение что это за эмоции это по сути брезгливость да и получается когда она упоминает а хайдаров и конкретно у нее возникает вот это брезгливо чем больше упоминает тем больше она к нему относится с отвращением но это не самое главное идем дальше история я подумал о том что что такое искалеченные руки я никогда не влезу в тот ненужный момент в в истории которые мне будут против меня работать без всяких скидок я никогда вообще не прошу скидки все я хожу каким-то врачам ли там дорогим да они просят мизин бесплатно или что я говорю но типа пока показать типа пост выставить я прошу не делать не надо мне скидок я этого не ну не люблю а ира не хочет говорить почему потому что думаю что она сделала бесплатная операция то видите здесь уже отвращение прям четко видно и вот для нее конечно он мне сам хайдаров говорил что и раздела бесплатно да давай скажем о том что когда я пришла к нему он вообще не знал артистов на нашего он приехал из из какого-то города из узбекистана и он вообще не понимал с кем он разговаривает кто я такая да то есть самое главное что в данном случае так ну по поводу пальчика там про пальчики мы будем еще в следующих фрагментах разговаривать да она здесь очень сильное отвращение и презрение к тому что он приехал ниоткуда и он никого не знает вот это вот самое главное что а ну скажем так какая претензия у нее к нему вот на сегодняшний день и вообще нет в принципе сейчас уже больше возникло каких-то претензий да но изначально ее задело то что он ее не узнал это для нее самое большое оскорбление и поэтому там бы было просто усиление этих эмоций она наклонилась вперед она с эмоциональным пиком это сказала и отвращение и презрение было прям четко видно на ее лице то есть для нее изначально а было важно и ну то что ее задело да ну скажем так обычно всегда вот такие вещи задевают а потом в конечном итоге это становится камнем преткновения при общении да нам вот мы потом когда уже задним числом вот мы когда с кем-то поссорились ведь наверняка у вас такое было когда вы с кем-то поссорились а вы вспоминаете что на момент встречи во у вас что-то ёкнула но вы этому не придали за это значение вот ёкнула именно вот эта вещь которая на самом деле очень важно для любови очень важен статус и сейчас вот в следующих фрагментах я покажу что для нее на первом месте стоит ну во первых то что она звезда и ну человек конечно же с с определенным и года не будем сейчас здесь мои личные оценки этому делать ну такие личностные просто человек со своим характером скажем так встретился с другим человеком и его задело именно то что у них конкретно а вот является заходя немного вперед в конце я вам это покажу то что является их оппозиции планет то есть они сразу вот это вот считывают люди да но возможно не придают значение и как обращать внимание больше на позитивные моменты ладно сейчас не об этом речь то есть вы поняли что в данном случае ее очень сильно задело то что он никого не знает и конкретно ее он не знал на момент когда она пришла и ей это очень не понравилось но она ну и опять ладно давайте следующий фрагмент а вот я вам только что показывала пальчики да но сейчас по пальчикам будет больше потому что ну вот обратите внимание на каком пальце она носит кольцо это очень важно то есть человек акцентирует на этой энергии свое внимание и как часто она ну вот обращается к этому кольцу когда начинает думать нервничать когда ей надо отвлечься это жест манипулятор когда мы начинаем трогать вещь которую ну которая на нас в общем-то находится да но не обязательно ее трогать вот это вот как раз в этом случае человек старается перезагрузиться нервно то есть у него как он нервничает и старается как-то перезагрузиться давайте я включаю фрагмент и посмотрим на каких моментах любовь нервничает и вообще что все это значит я честно говоря не только пришла поэтому я хочу сказать о том что мне надоело что меня оскорбляет программах меня задевают давай вставай иди пой ты же артист мы артисты такая каста так нас вообще невозможной ну и как видите это пальчик солнышка и он как раз отвечает за славу за то чтобы быть всегда на виду вот люди которые акцентируют на этом пальце внимания то они всегда стремятся быть на виду это истероиды в чистом виде просто в чистейшем это вот как раз те люди которым ничего больше не надо только чтобы ими любовались а если ими перестают любоваться они устраивают истерики поэтому у них такое название истероиды потому что им нужно внимание любой ценой и вот в данном случае истероид в кубе в квадрате в абсолюте и то что ее даже задело то что человек хирург там он в общем не должен знать кто она такая но он не понял кто она такая а плюс еще ко всему там у нее в натальной картой с ней с ним совместимость довольно сильно конечно же ее как женщину очень сильно многое задело нет я ни в коем случае не уменьшаю в данном случае скажем так как проблемы хирурга и ни в коем случае не перевожу стрелки я просто акцентирую внимание на том что здесь встретились два скажем так характера которые но вот получается сейчас не договорились вот и все они потому что кто-то из них не прав безусловно тут понятно что ну кто кто не прав в любом случае это установить установит суд но мы с вами должны ну вот на все смотреть с разных ракурсов да и вот в данном случае мы понимаем что мы имеем дело с истероидом которому очень важно внимание вот это очень важный момент потому что вот обратите внимание она все интервью постоянно теребила свое кольцо которое находится на пальце солнца но просто постоянно кул горе нас не может до убить мы наоборот чем чем больше мы переживаем тем становимся сильнее и как раз в этот момент я позвонила мария захарова я ее просто обожаю эту женщину она конечно столько сделал но обожает конечно она его ее за счет того что она помогает есть пальцем солнышко здесь тоже ну такая ли оговорочка да что называется телесная на так что тут не жест любви а жест заинтересованности в плане продвижения так что мы жизнь добра просто даже это целая история я всегда даю отчет своему поведению стараюсь не попадаться наш как такие истории которые меня просто унизят или оскорбят ну да совсем старается не попадать сколько я у меня на канале этих разборов с любовью успенской и с участниками тех ситуаций в которые она старается не попадать очень много поэтому очень удивительно как-то она старается не попадать но вечно куда-то попадает конечно да и в общем то здесь у нее даже наложились скандалы получается она решала вопросы с дочерью и тут как раз вот с этим хайдаровым она поэтому в общем то и не начала эту бучу и это эти претензии к нему раньше потому что у нее были проблемы с дочерью то есть ну вот вот эти ситуации у нее постоянно она в них живет но она старается в них не попадать довольно комично это смотрится нет я ни в коем случае не из него не издеваюсь и не стебусь просто ну вот всегда мы чего-то избегаем да ну вот в это обязательно попадаем вот он наглядный пример всей философии жизни надо сегодня я просто позитивчик да да значит следующий фрагмент еще один жест который выдает в ней истероидов в кубе в квадрате в абсолюте да давайте смотреть да кстати он не заплатил за то что вот он ляпнул своим языком рассказал ты не поверишь дал интервью волосы это у нас имидж убирает прячет за ухо указывает как бы свое место он не уплатил 2 миллиона за то что он меня обосрал да ну в общем то теперь а смотрите вопрос вот у меня был в том что ну неужели она до такой степени истероид что ее прям только это оскорбило что он возраст ее указал или это было ну хотя в принципе эти причины обе как бы как раз и были видимо озвучены в одном интервью и видимо задело все и возраст и то что он ее как женщину ну вот получается что ну вот не дни как не то что как женщину а как личность он ее не увидел изначально и пренебрежительно довольно к ней отнесся вот давайте посмотрим ты знаешь что тимур хайдаров выдвигает вообще свою версию случившегося и говорит о некой причине другой что вы с ним поругались за того что в этом сюжете на телевидении который был показан он озвучил твой возраст и ты обиделась на это и так вообще они и теперь а если бы для нее это было новостью до что возраст а или это не было бы причиной то она бы сейчас удивилась удивление не было но к сожалению нам не показали вот этот момент когда она именно услышала вот мне хотелось видеть ее лицо но к сожалению вот так вот но здесь мне не хватило удивления и реакции живой реакции на это и опровержение в принципе такого более-менее ну как когда тебя обвиняют в том что глупо смешно да ну как бы ну это глупая причина для того чтобы преследовать человека да то что он озвучил возраст да вон пикипедии всем известен ее возраст да поэтому вот этой причины я думала что она как бы но совсем не причина но в данном случае вот эта причина в том числе стала поводом понимаете то есть получается что нет удивления она не опровергает этого по-настоящему значит эта причина в том числе ее задело давайте смотреть когда это было и когда я обижалась я вообще с ним не общаюсь и вообще я не понимаю почему он придумывает то чего не было после этого скандала когда у меня слил на нтв я с ним не общаюсь больше я больше с ним не общаюсь и считаю что этот человек негодяй видите отвращение презрение вот сейчас уже все получается это его интервью на нтв которая видимо телевизионщики в целях скандальной какой-нибудь в целях хайпа просто вырезали так как им удобно она это увидела так как они вырезали и соответственно ну вот получилось что он ее этим задел но в принципе да действительно изначально изначально конфликт назревал вот именно когда они встретились и он ее не узнал а потом еще одна вот эта капля была то что он еще и назвал ее возраст ну то есть изначально вот вот именно это стало причиной конечно безусловно там она очень сложно вообще так жутко рассказывает про операцию и я вам очень рекомендую это интервью посмотреть но имейте в виду что перед нами человек который вот знаете она живет эмоциями очень сильно живет эмоциями просто это вот настолько человек эмоция что это ну редко такие люди встречаются и если вам посчастливилось иметь такого друга то это просто очень тяжелая ответственность потому что этот человек он сначала вот просто всем сердцем влюбляется в людей которые с которыми он общается просто это для него взрыв мозга он всем готов признаться в этой любви и озолотить боготворить и так далее но проходит какое-то время и какой-то маленький вот маленькая какая-то мелочь которая ну человек даже не понял что он сделал но это делает скажем вот таких людей очень сильно ранимыми на какие-то мелочи и вот они могут от какой-то мелочи развернуться на 180 градусов и вот такие люди они конечно ну с ними очень интересно потому что этот перепад эмоции да это же и есть как раз харизма когда рядом с этим человеком он дает тебе такой эмоциональный фон конечно же ты подсаживаешься на таких ну вот если у вас наверняка есть в окружении такие люди у меня была такая подруга это было просто знаете сначала она тебя задаривает вот просто выше крыши да а потом вдруг оказывается что это ты ее не просишь об этом а потом оказывается что ты ей должен вот вот такая вот история и тут очень тонко надо с такими людьми потому что они обижаются вот по каждому по каждой вот мелочи поэтому если у вас есть такие друзья напишите в комментариях просто я думаю что наверняка это есть у каждого но не знаю может быть просто мне так посчастливилось я встречала таких людей но такие люди может быть редки но вот вот в данном случае я узнаю в ней этого человека с которым довольно сложно общаться да и дружить и так далее но при всем при этом ну конечно же сейчас мы разбираем именно нее именно ее и поэтому я сейчас в ней нахожу недостатки но в целом в ситуации я конечно же на стороне всех этих женщин которых скажем этот хирург так изуродовал и все такое я конечно же на стороне потерпевших да и конечно же считаю что это вообще надо расследовать это надо выводить на чистую воду и здорово что любовь подняла эту тему да вот в силу ее характера понимаете в силу того что вот такая она и получился этот скандал по сути на ее вот это год черте характера организовался этот скандал то есть сначала она его люблю не могу вывела в свет это просто хирург всей моей жизни да потом вот так вот она его возненавидела что даже вот создалась такая такая буча да поэтому конечно напишите если у вас есть такие люди в окружении вот мне интересно ваши житейские истории да вот про таких людей потому что вот и я уверена что таких людей много и они создают такие интересные ситуации не только вот в данном случае как любо но и много другого всего что интересно будет почитать и мне и моим подписчикам поэтому делитесь своими историями а я сейчас значит дальше иду еще дальше по жестам идем единственное что я хочу я пришла для того чтобы сказать что девочки поверьте что я говорю правду что если вы мне поверите вы не пойдете когда смотрите какой интересный жест левой руки указательный палец то есть указующий перст из эмоций то есть эмоционально она пытается дать руководство да но обхватывает правой рукой логикой этот палец да и пытается ему придать вес понимаете вот в данном случае вот это вот обращение к девочкам действительно очень эмоционально и очень от сердца но эмоции это ближе до чем логика логика это то чем мы думаем а эмоции это то что из души поэтому в данном случае вот она из души дает такой совет на совет даже руководство и пытается как-то обернуть это еще и логикой чтобы ее услышали очень кайдарову и не будете рисковать своей жизнью да вот здесь здесь я и верю даже при всей ее вот этой вот и стероидной привычки ну играть и так далее да вот здесь в данном случае я верю что она от чистого сердца пытается уберечь девчонок от того чтобы не делали этот скажем этот шаг адам а значит дальше очень интересно знаете я сейчас боюсь что создам инфоповод и этот в общем создам волну что называется но давайте посмотрим и не общаясь мало на после этой программе нет потому что он хотел чтобы я стане пришла к нему на программу когда-то не это он говорит она говорит про малахова который приглашал ее к себе и вот видите как она пинает и отгораживается ногой то есть для нее это признак неприязни признак того что ну держись от меня подальше да вот ну и вообще для любого человека если он говорит и пинает ногой он как бы отталкивает от себя эту информацию эту ситуацию этого человека о котором говорит то есть в данном случае что касается малахова она его отталкивает ность в москву да вот видите я увеличила ножки для того чтобы мы с вами это все увидели как она относится к малахову а дальше сейчас а я пошла к гордоном наглость имеет наглость приезжать и возвращаться в россии ей запретили вместо работе я знаю и правильно сделали таким не место в этой стране опять пинает ногой это она говорит а наргиз да помните как они помните как они в десны целовались на каком-то интервью прям это я не помню что за интервью но это просто и это был какой-то трэш когда там с наргиз бы у наргиз были проблемы да и любовь и и занялась я не знаю что там она какие цели преследовала но опять там вот ситуация та же самая она сначала очень сильно любит потом люто ненавидит вот в данном случае тоже самое ну плюс там еще политические взгляды которые я здесь обсуждать не буду простите пожалуйста но вы все знаете мои политические взгляды и в данном случае давайте без этого обойдемся сюда заработала денег вот во стольких людях ты ошибаешься почему стольких кто еще ну вот мы сейчас обсудим это вот ну в тебе не ошибаюсь поэтому ты ко мне второй раз конечно хотя я чувствую что начнется после этого интервью а я пишу больше все не переругались понимаешь ты ты знаешь чем отличаешься от многих журналистов не важно чем она отличается важно что ногой она ее тоже пинает поэтому не будем рассчитывать на долгую дружбу между аленой блин и любовью успенской потому что любовь уже намечает знает те недостатки с которыми она скажем не готова мириться но пока их не озвучивает но эти недостатки у нее есть поэтому ногой она отпихивает и ну ну в любом случае это шоу бизнес там целуются и ну в общем поняли да настоящее отношение любови коле к алене ну вы увидели в общем так теперь следующий фрагмент а дан тоже интересный момент по поводу добровинского ее отношение к нему и маленький нюансик я вообще не знаю что добровинский а когда я узнал что он не поняла но опять идиоты попали потому что добровинский это тот видите и теребит как раз именно пальчик солнышка что говорит о том что это звездный адвокат она считает его ну выскочкой ну вот вопрос вопросы связанные просто со славой да со славой как таково как слова да то есть это человек который больше по этим делам нежели там по этим или по этим если бы вот она трогала вот эти пальчики да и говорила бы о нем то я думаю что там речь бы шла об уважении да как специалиста в данном случае она его считает действительно шутом публичной личностью которая просто пиарится на очередном скандале поэтому вот это вот теребита на этот пальчик свой солнышко и тем самым иллюстрирует свое настоящее отношение но в общем то она и говорит о нем как о клоуне но не уточняет не дает слова звездный а здесь вот именно очень четко вяжется слова звездный потому что вот с этим пальчиком с этим пальчиком всегда связано публичность звездность то что человек на виду и если вот сейчас это происходит значит для нее важно вот именно это она и это не озвучивает но говорит какие-то близкие по смыслу вещи но вот главная мысль которую она имеет в виду как раз вот та которую она передает через жесты адвокат который может не то лишь не то что там от выиграть дело он только закопает их но и здесь она действительно так считает мне кажется что она здесь права да но давайте дальше идем а так вот что касается ее позиции давайте посмотрим ее позиции по этому делу та же самая певица слова и через несколько дней пошла выпила и не сейчас мы все видим как она себя ведет как она постоянно выпивает и он пилирует этими что она не соблюдала и не ходила на осмотры именно поэтому у нее все так получилось алена они звезды хорошо звезды там ведут образ жизни может видите как она хорошо сразу парирует логикой то есть здесь алена пытается увести в то что вы сами не очень хорошо себя ведете до потерпевшие поэтому имейте в виду что это будет учитываться да но а смотрите как грамотно она вот любовь в данном случае прям четко свою позицию озвучивает чем ну скажем решает противную сторону аргументов да во первых она говорит что есть другие потерпевшие и этого не было известно изначально да да вот и при этом демонстрирует продолжает демонстрировать скуку и проговаривает вот про то что первое есть другие потерпевшие рассказать историк эти поверь мне что я не не бухала я не курила и ничего не делаю почему же у меня такой результат понятно что он сегодня пользуется моментом что слава выпивает там и тогда по настроению там прямой эфир выходит и смотрите как она говорит про славу ей действительно за славу стыдно руками закрывается челюсть ниже удивление презрения и правой рукой логикой обхватывает левую руку то есть получается что все таки да действительно вот этот третий пункт он может ставиться под вопрос да в отношении славы действительно есть какая-то причина но скажем так нам в чем-то не верить да но первые два аргумента она прям четенько озвучила его вот вот она это даже не манипуляция это просто логика когда вот ты просто выдаешь человеку аргументы и ну как бы здесь правильно все сказала я прям поддерживаю адам и следующий момент вот по поводу киркорова там вообще просто я не поняла вообще что это было итак давайте смотреть вот раньше у меня были к нему такие теплые чувства он был другим ты пишешь он очень изменился я не должна тебе алена объяснять я знаю ему когда выгодно он будет с собой дружить потом ему неудобно да ты ему не нужен но я не себе а других людей с кем он так поступает и он да и не буду не буду рассказывать про не это уже будет чересчур если я расскажу про его про то что он не делал предложение смотрите у алены какая-то очень странная реакция удивление испуг и застыла то есть перед нами журналист вообще-то который увидел сенсацию но вместо того чтобы ну да она удивляется это первое но вместо того чтобы хватать да вот и горячую новость и ее развивать смотрите идет из она застывает то есть после удивления должны быть активные действия должно быть либо больше удивление либо вопрос либо как-то лицо должно оживиться но она не оживляется а застывает понимаете и это говорит о том что это испуг это не удивление которое приводит к открытию а это удивление которое приводит к испугу да и в итоге ну скажем так человек просто потерялся да то есть в данном случае мы видим растерявшуюся алену но идем дальше алена не просто раз в америке так ну просто я хочу давай поженимся а мне был а я была замужем и у меня ребенок не было просто смешно и я им говорю я смотрите волосы самопрезентация челюсть высоко но тут как бы я бы я бы дальше копала до 1 на месте алены и вообще вот алена как журналист она увидела сенсацию она должна дальше копать да и ну вот то что она сейчас вот эта самая презентация да она так считает и кстати у любови я вам не сказала она относится к такому типу людей которые вот очень верят даже вот тут ту информацию которую они сами себе придумали они в нее очень верят свято верят для них это истина поэтому таких людей очень сложно выводить на чистую воду если они врут то они врут настолько естественно настолько искренне потому что они просто зна ну они просто верят в это и вот в данном случае вот она говоря это она в это верит понимаете и волосы поправила и челюсть подняла то есть она это дума ну по крайней мере знает да вот по ее ощущениям она это знает но дальше вот мне бы очень хотелось чтобы дальше этот разговор пошел и ну какие-то уточняющие вопросы на них получить реакцию но что происходит я вообще просто даже ты говоришь жена ненавистник да я тебя прошу а потом он женился через неделю на пугачевой ну вот а ты на пугачевой женился давай я не буду рассказывать все тайны на шоу или по киркорова иначе нет у меня заставили за полете мировой войной зашибись алена просто закрывает рот своей собеседнице по мне это впервые но вот прям так жестко причем когда такая сенсация казалось бы которую копать и копать и было бы интересно да позадавать более уточняющих вопросов но вот так вот просто скомкана и выброшена урну информация да здесь конечно же много у меня осталось вопросов напишите в комментариях как вы вообще на этот фрагмент смотрите и вообще как как вам вот такое да чуть-чуть что мне совсем это не понравилось но ладно это опять таки мое личное мнение и что тут поделать а да но все таки почему любовь изначально так он ей вот так взъелась на хайдарова почему он ей так не понравился давайте все таки я в предыдущем разборе хайдарова смотрела конечно их космограммы и говорила вам это но на всякий случай напоминаю и маленькой маленький нюанс у любови успенской венера находится в рыбах да то есть она влюбляется в мужчин которые рыбы а как мы знаем она является рыбой и вот тимур хайдаров тоже является рыбой то есть при встрече а любую любови могла возникнуть вот эта привязанность у него венера не в рыбах поэтому здесь вот получается с ее стороны могло что-то какая-то искра возникнуть да вот она посмотрела и подумала вот это то что мне нравится но это это не страшно это мы часто общаясь с людьми ну что далеко ходить я там что-то покупаю мне продавец понравился и я уже там подружкам говорю ой смотрите какой красавчик да и все такое то есть это нормально да ну то есть симпатии проявлять это нормально я к тому что у любови возникла симпатия явно к нему при встрече дальше смотрите сколько у нас зеленых совпадений а у нас и солнышки в соединении то есть люди взаимно духовно приязненно друг другу относятся симпатия которая становится очевидной с первого взгляда или слова понимаете у нее венера в рыбах да еще и солнышки соединены вот я прям вот здесь сто процентов ставлю что какая-то влюбленность с ее стороны возникла знаете такое очарование человеком это даже не важно тут по пол какой у человека вот при таких соединениях вы можете просто подружиться с человеком например потому что вот если такое совпадение она и дает вот эту взаимную симпатию причем со стороны любови это симпатия больше дальше идем смотрите узел с узлом у нас в секстиле вот вот это вот соединение это говорит о том что в прошлых жизнях они были связаны у них было общее предназначение и в этой жизни тоже а у них общее предназначение они друг друга наталкивают на новый опыт вот они встретились натолкнули друг друга на новый опыт а дальше узел так и и сатурн с его нептуном секстиле а значит ее сатурн вот он ее сатурн и его нептун вот этот секстиль это значит что она структурирует его она дает ему огранку вот здесь вот я допускаю что наверняка она ему что-то такое вот как предложила что я тебя выведу что я тебе но это это вот вот в данном случае это чисто мои домыслы вот вот это могло произойти до или она подумать могла о том что вот если бы ему дать хорошую огранку до вывести его на нужный уровень вот он бы заблистал и она могла с ним это не обсуждать но вывести его до понимаете вот то что она вот этот же сделала же это мы видели видео как она выводит его представляет в шоу-бизнес вот это вот как раз ну получается что из песни слов не выбросишь да это было это было сделано опять-таки на эмоциях и опять таки вот она как я уже говорила она относится к тому типу людей что она просто одаривает нового человека она влюбляется сразу в нового человека одаривает его а он даже не просил понимаете бывает так и вот вот она к такому типу людей относятся и потом она считает что этот человек есть что-то должен да но значит смотрите ее юпитер и его значит венера секстиле то есть вот опять таки получается что ее она выводит его в социум ему это нравится вот это вот все очень хорошо изначально но самое главное условие которое он должен был соблюдать вот все во всей этой идиллии это обожать ее смотрите его венера к ее лилит в оппозиции то есть ей нужно просто обожание он должен ей давать ощущение что она божество но он видимо так пренебрежительно изначально к ней отнесся потом она подумала что может если я на чем-то его одарит он по-другому к ней одни но нет судя по коммент по тому что он сказал нтв видимо она поняла что ничего не получится и ну как бы обожание с его стороны так и не возникло несмотря на все ее усилия и вот это ее видимо разозлила это было последней каплей потому что ну вот таких людей обидеть очень легко очень просто они ну вот вот это вот грань между тем что давать то что просят и давать просто потому что ты видишь что человек нуждается в этом вот эту грань часто люди переходят да а потом обижаются на то что их за это не благодарят и здесь я бы ну со своего жизненного опыта сказала бы делай добро и бросай его в воду и все там высшей канцелярии все учтется не переживайте просто не надо думать о том что человек должен вас обожать или боготворить это уже не в наших силах но в данном случае любовь она со своим характером и со своими взглядами на это поэтому она быстренько перенесла его в категорию ненавижу и стала уже его по полной программе просто ненавидеть вот такая история но для меня в общем то ясно уже ну вот в данном контексте да вот в этом можно было бы еще послушать певицу славу но конечно к ней будет много вопросов я думаю у алены и у нее нет такого багажа информации как в данном случае у любови да по поводу на того что где вот алена ей пришлось даже немножко закрыть рот своей собеседнице что я видела впервые да но ничего я думаю слова тоже много чего может нам рассказать поэтому ждем славу да и что какого еще хотите кстати разобрать пишите прям в комментариях под любым видео кого хотите разобрать я это все читаю и принимаю к сведению а да и да что еще хотела если вам интересно разобраться в своих взаимоотношениях с кем-то возможную причину раздора вот в данном случае прям четко было видно изначально если по не там разложили или любовь хотя бы там раскладывала как-то на вот вот таким способом хотя бы космограмму тех людей которых она выводит свет да это вообще вот астрология помогает разобраться вообще что нужно делать в конкретных ситуациях вот в данном случае если бы любовь немножко заглядывала в будущее с помощью хотя бы астрологии то вот такого скандала может быть и не случилось бы да и не стала бы она так очаровываться но что поделать все получили жизненный опыт и она нам получается довольно интересно наблюдать за этим их жизненным опытом и знаете я уже честно говоря вот сейчас смотрю на эти все истории и мне страшно делать пластику лица я хотела себе натянуть плечико но на уже что-то страшновато да а значит а ну на этом я буду с вами прощаться люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока